Ола, мигас! На связи Матвей. Я заметил, вас очень сильно интересует тема игры Fortnite на различных Android-девайсах. Ну и я тут подумал, никому особо не будет интересно, как я играю в Fortnite на каком-нибудь обычном Android-девайсе. Поэтому я решил поиграть в Fortnite Mobile на каком-то нестандартном Android-девайсе. Ну а когда я говорю слово «нестандартное», я уверен, вам на ум приходят какие-нибудь гнущиеся смартфоны. В общем, да, ребята, это не кликбейт. Впервые на ютубе я вам покажу геймплей Fortnite Mobile на необычном смартфоне под названием Galaxy Z Flip. В этом видео мы в общем рассмотрим, что это за девайс, сделаем пару интересных экспериментов с игрой, ну а самое главное, проверим производительность данной машины в самом Fortnite. Результаты меня, честно говоря, очень сильно удивили. Хоть с собой у меня нет этого телефона, но специально для вас я пошел в ближайший торговый центр, нашел там магазин Samsung, нашел этот Galaxy Z Flip, установил туда Fortnite и заснял для вас крутой геймплей. Ну а перед тем, как мы перейдем к этому видео, если вы впервые на моем канале, и если вы так же, как я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Поддержите меня как начинающего автора, я стараюсь. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тегавтомотивкар в вашем жде в магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Также хочу объявить, когда я снимал материал геймплея Fortnite на Galaxy Z Flip, рядом стоял ничуть не хуже телефон под названием Galaxy Fold 2. Ну конечно же, я не удержался и еще заснял геймплей Fortnite на нем. Да, материал у меня уже весь готов, но выкладывать пока видео я не буду. Моя мечта достичь 5000 подписчиков на канале уже к новому году. Так что ребят, когда на моем канале стукнет 5000 подписчиков, я немедленно выложу первый в СНГ геймплей Fortnite Mobile на Galaxy Fold 2. Материал получился очень интересным, мы провели несколько экспериментов касаемо игры и девайса. Например, как идет игра на внешнем экране Galaxy Fold 2 и многое другое. Так что если вы хотите, чтобы геймплей Fortnite Mobile на Galaxy Fold 2 вышел поскорее, обязательно подписывайтесь, если вы тут впервые. Ну а если вы уже подписались, рекомендуйте меня своим друзьям, уверен, им понравится. Ну а теперь после небольшой саморекламы, давайте-ка перейдем к сегодняшней теме. Так, ну пока Fortnite устанавливается, давайте-ка посмотрим на общие характеристики данного телефона. Экран смартфона сделан из специального гнущегося пластика. Так, чтобы его разбить, вам потребуется достаточно много усилий. Он еще на ощупь немного мягкий. Тип экрана динамик AMOLED. Разрешение 1080 на 2636. Частота обновления экрана 60 Гц, так что вы сможете спокойно играть в Fortnite 60 FPS. Ну и небольшой экранчик для уведомлений на внешней стороне телефона. Имеет он две ставные камеры по 12 мегапикселей каждая. Причем широкоугольный формат тоже присутствует. Больше всего меня радует, это плавный переход от обычного формата к широкоугольному, прям как на iPhone. Может стабильно снимать видео в 4К, но при этом, к сожалению, всего лишь в 30 кадров в секунду. Ну а в 2К и ниже разрешение в 60 кадров в секунду. Фронтальная камера это вырез посередине экрана с разрешением в 10 мегапикселей. При этом даже есть широкоугольная камера, тоже прям как на iPhone. Его также можно насложить пополам, поставить и снимать самого себя. В общем, прикольно. Ой, смотрите, Fortnite уже установился. Пока он грузится, давайте я вам расскажу про начинку этого девайса. Внутри стоит обновленный процессор Snapdragon 855+. Это такой средненький восьмиядерный процессор. Также здесь присутствует 8 гигабайт памяти ОЗУ. Ну а еще емкость аккумуляторов 3300 мАч. То есть при полном аккумуляторе, если просто сервить в интернете, вам его хватит до 13 часов. Если играть в Fortnite, то примерно до 5-6. И да, забыл упомянуть, что здесь также присутствует сканер отпечатка пальца прямо под экраном. Можно с уверенностью заявить, что в этом телефоне есть все новейшие технологии на данный момент. Ну и вот наш Fortnite, давайте-ка посмотрим производительность данного телефона в этой игре. Мда. При всей крутости данного девайса здесь нет официальной поддержки 60 кадров в секунду. Хотя эпическое разрешение графики есть. Ну ладно, это не такая уж и проблема, когда есть мой рабочий способ по установке 60 кадров в секунду в Fortnite на Android. Хотя я вот играл в Fortnite на Galaxy Fold 2, там есть официальная поддержка 60 кадров в секунду. Я бы сделал бы еще 120, потому что экран там стоит 120 герц. Опять же, напоминаю, 5000 подписчиков на моем канале, и я сразу же выкладываю видео про геймплей Fortnite на Galaxy Fold 2. Ладно, ждем, пока нас закинет в катку, чтобы посмотреть, насколько эти 30 фпс тут стабильны. Ну а еще попробуем поиграть с согнутым экраном. Оу, вот это да. Да, мое управление немножко поломалось, потому что здесь достаточно необычное разрешение экрана, слишком длинное. Ну а если адаптироваться к этому и все поправить в настройках, то будет окей. Вот мы летим на автобусе, и посмотрите на счетчик кадров. Да, стабильный, 30 фпс. Выпрыгиваем из автобуса, и да, счетчик кадров по-прежнему стабилен. И да, играть с изогнутым экраном прикольно, вы просто посмотрите. Это прям как будто ты в 360 градусов играешь, прям перед вами открывается целая панорама мира. При этом вам практически ничего не заграживает обзор, кроме небольшой точки в левой части. Да, экрану на этом телефоне можно смело поставить 10 из 10. При этом, играя на эпических настройках графики, можно сделать вывод, что играть в Fortnite на Galaxy Z Flip одно удовольствие. Вот только не понимаю, почему, почему они как на Galaxy Fold 2 не сделают здесь официальную поддержку 60 кадров в секунду. Тогда вот бы, это было бы вот просто замечательно. Потому что в 30 фпс вообще не понимаю, как возможно играть. Вообще, этот телефон просто идеален для понторезов. Вот представьте, вы приходите в компанию и кидаете на стол свой новенький Galaxy Z Flip, а потом его еще и раскладываете. Хотя ладно, что я там говорю, играть, да и вообще использовать этот телефон с таким прекрасным, при этом гнущимся экраном одно удовольствие. Кстати, да, забыли рассказать про цену. Минимальная комплектация в России Galaxy Z Flip стоит 100 тысяч рублей. Хотя цена отдельных моделей может доходить до 200 тысяч рублей. Хотя о чем я, ведь цены на Galaxy Fold 2 начинаются от 180 тысяч рублей. Ну а на первый Fold со 160 тысяч рублей. Кстати, оцените, как удобно стрелять в Фортнайте с наполовину сложенным экраном. Вот реально, как будто включил VR режим. Если бы у меня был бы такой телефон, я бы даже придумал какие-то фишки в игре, которые можно проворачивать с изогнутым экраном. Конечно, сейчас мне не очень удобно играть с изогнутым экраном, но я уверен, если правильно адаптировать управление, это будет имба. И да, это я пока про Galaxy Fold 2 молчу. Опять же, все в ваших руках. Если хотите, чтобы геймплей Фортнайта на Galaxy Fold 2 вышел побыстрее, побыстрее набирайте 5000 подписчиков на моем канале. Советуйте друзьям, если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, у меня интересно. Плюс я подготовил еще несколько интересных идей по поводу геймплея Фортнайта на различных антроид девайсах. Не пропустите. Вообще, вот что я думаю по поводу Galaxy Z Flip. Вот Galaxy Flip можно смело называть складывающимся телефоном. Ну, потому что это реально телефон, и он складывается. Galaxy Fold 2 это немножко другое. Думаю, Fold это по типу планшета, который просто складывается в телефон. Потому что реально играя на нем в Фортнайт, это вот не как играя в Фортнайт на телефоне, а как играя в Фортнайт на планшете. Там большой экран и так далее. Но все же есть некоторые нюансы по поводу внешнего второго экрана, который находится на фронтальной части телефона. Расскажу, покажу, как это работает. Я все это видео про геймплей Фортнайта на Galaxy Fold 2, которое я выложу, как только на моем канале стукнет 5000 подписчиков. Материал уже готов. Ладно, давайте подводить итоги. Galaxy Z Flip очень крутой телефон, но, к сожалению, дорогой. Включает в себя все новейшие технологии, которые только есть на рынке смартфонов. Ну, а так-то камеры достаточно стандартные. Самое обидное, что при всех его возможностях у него нет официальной поддержки 60 кадров в секунду в Фортнайте. Я думаю, это один большой минус в этом телефоне. Опять же, если вы играете в Фортнайт на ПК или консоли, ну или вообще не интересуетесь этой игрой, для вас это не проблема. Главное, чтобы были 100 тысяч рублей в кармане. Моя оценка этому телефону 7,5 из 10. С точки зрения того, что я играю в мобильный Фортнайт. И производительность телефонов в этой игре для меня важна. Ну, а что думаете по поводу этого девайса именно вы? Пишите об этом в комментариях. Пишите, хотели бы вы приобрести данный телефон, или может какой-нибудь счастливчик уже смотрит это видео с Galaxy Z Flip. Еще раз напоминаю, как только на моем канале стукнет 5000 подписчиков, я выкладываю видео-геймплей Фортнайт на Galaxy Fold 2. При этом проверяя все возможные эксперименты с игрой и телефоном. Если вы досмотрели это видео до этого момента, уверен, оно вам понравилось. Так почему бы, если бы оно вам не понравилось, его еще и не лайкнуть? Если вы это почему-то еще до сих пор не сделали. Ставьте лайк, ну а по традиции с вами как всегда был Матвей. Аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok